Продолжение следует... У нас в прошлой встрече с отцом Феодосием в одной из первых встреч был разговор о сущности человека. И вот батюшка хотел продолжить эту тему и поподробнее в ней разобраться. Я рад приветствовать всех в эти дни Страстной Седминцы, предпасхальные торжества такие. И здесь как раз самая уместная и очень подходящая к данному моменту мысль о личности человека. Дело в том, что мы обсуждали сущность человека, да, его как бы некую природную основу. А теперь бы хотелось обратиться к мыслям человека, к его сознанию. Обратиться к тому, что является источником власти, к тому, что является источником мудрости, источником знаний и так далее и тому подобное. Дело в том, что в своей сущности человек всего лишь на один процент отличается от высших приматов. Все отличие от организма один процент, даже меньше одного процента. И это реально и научно. Чем отличается? Отличается в организме. Организм, то есть, забудь называется выключить телефон, организм это имеется в виду легкие. В сущности своей отличается всего один процент. Чисто биологически. Биологически, да. Чисто биологически. Потому что все процессы, все химические процессы, биологические процессы в организме практически одинаковые. Идентичны будем говорить. А вот в личности наблюдается колоссальнейшее отличие. Дело в том, что сущностная сторона, она очень идентична, а личностная сторона, то есть, сторона сознания, ну такая пропасть огромнейшая, что она недостижима даже сейчас самыми, будем говорить, развитыми, продвинутыми животными, которые живут на земле. То есть, сравниться в чем-то с человеком, у них нет такой возможности, только лишь, может быть, какое-то подражание небольшое. И вот личность человека, она является, к чему хотелось бы обратить вот именно внимание, сейчас, она является причиной и всего доброго, и всего злого, что нас окружает. И всего того горя, которое люди сами устраивают, ну помимо стихийных бедствий, там землетрясения и еще чего-нибудь. И все это красоты и радости, которые тоже дается человеку в жизни. Знаете, как один мудрец, один философ сказал, что вот разум, он дает человеку возможность наслаждаться бытием, и разум отравляет человеку радость этого бытия, то есть, он может в обоих направлениях действовать, и положительно, и отрицательно. Это я к тому, что, вот, например, даже вот возьмем, оттолкнемся сегодня именно от евангельских событий, которые сейчас совершаются, событий Страстной недели, сегодня, например, среда, да, это предательство Иуда и Христа, то есть, Иуда предает Христа, идет первосвященникам, они ему предлагают 30 серебряников, ну, к архиереям, в общем, идет местным, там, Иерусалимским, они ему предлагают за предательство 30 серебряников, он соглашается, вот, и дает им такое обещание, ну, как показать его там, поцеловать, чтобы увидели, что это именно он и есть, Христос. Дальше, дальнейшие события будут развиваться таким образом, что будут привлечены лжесвидетели, которые будут клеветать на Христа на суде, дальше будет, ну, полнейшее пренебрежение архиереев ко Христу, осуждение на смерть, презрение Ирода, страх Понтия Пилата, да, да, страх Понтия Пилата и, в конце концов, распятие на кресте. Видите, сколько объединилось свойственного личности человека, страх, да, предательство, лицемерие, лжесвидетельство, ну, в общем, зависть и предательство, да, то есть все объединилось в некий такой вот конгломерат, такой единый объединился. С другой же стороны, мы можем видеть, что все это совершается со стороны уже, самого Христа, со стороны апостолов, со стороны же он мироносец, совершается наоборот, это милосердие, терпение, прощение, любовь, и это те же люди, та же личность, тот же разум человека, который мы наблюдаем в одном и том же, по сути дела, событии, но с разных сторон. Ну, в этом-то и заключается парадокс, в том, что одновременно разум способен как на самое плохое, так и прекрасное, способен на мудрое, на глупое, способен на белое, черное, способен на доброе и злое. По сути, это неотрывное свойство человека, вот, это неотделимо от человека. И сделать это, например, прекрасного человека, чтобы в нем ничего не было темного, невозможно. И наоборот, сделать совершенно черного человека, чтобы в нем вообще ничего не было, хотя бы минимально хорошего, тоже невозможно. Оказывается, это также соединено именно с сущностью, уже с природной составляющей человека, которая в зависимости от своего состояния приходит к различным убеждениям, как ей правильно поступать. Вот я приведу вам пример, совсем недавнее научное открытие. Любая власть, даже минимальная, данная человеку, на структурном уровне меняет головной мозг. То есть, если сканировать мозг человека до назначения на должность и после назначения на должность, то мозг претерпевает колоссальные изменения. Чем больше власть, тем больше меняется мозг. А зачем это происходит? В пору, в разу, отказа от сострадания. То есть, многие начинают приходить, то есть, пока ты ничего не имеешь, тебе никто не идет. А когда ты начинаешь иметь власть какую-то или еще решать какие-то вопросы, к тебе начинают идти люди. И, в конце концов, не насколько-то можно их выдержать, а потом хочется от них избавиться. И вот мозг перестраивается таким образом, чтобы этим людям не сострадать. Сострадать и не сострадать. Причем происходит это не просто так, что вот я сволочь и не буду сострадать людям. Нет, это происходит другим образом. Это происходит выстраиванием в мозге определенных нейронных связей, которые убеждают тебя, создают собственное убеждение, что ты делаешь это ради Иисуса Христа, ради блага России великой и могучей, славной, ради всех многонациональных этносов, проживающих на Америке или Америке или еще что-нибудь. То есть, это все... Мозг настолько хитер, что это не Гитлер, который просыпается с утра и говорит, какая я сволочь, какая смотрит в зеркало и говорит, какая я сволочь. Нет. А этот человек, даже делая самые страшные гадости, он себя убеждает в том, что это делается во имя Церкви, во имя Иисуса Христа. Вот мы возьмем с вами Анну и Каяфу. Они ведь распяли Христа во имя блага Иерусалимской Церкви, израильского народа и храма. Они ведь приводят доводы, чтобы не было восстания, что он нарушает народные традиции, что он провокатор, что он оскорбляет чувства верующих, что он богофульник. Это я еще не все перевел вам по доводу. Например, там ему крайне упрекают, что он с блудницами общается, ими тарями, и фарисеями, и книжниками. А вообще Мария Магдалина, которая умудрилась принести сосуд мира и намазывала ему руки, плечи, голову, ноги, может, еще что-то, может, спину мазала, неизвестно. Это вызывает вообще дикие какие-то сразу ассоциации. То есть это что-то такое невероятное. Но не будем забывать с вами о том, что Христос — совершенный Бог и совершенный человек. А следовательно, он спал, ел, плакал, и все было как у человека. Поэтому эти две стороны личности человека, я хотел именно обратить на них внимание, к тому, что они не могут являться безусловными. То есть нет такой возможности, чтобы сказать, что вот это чистое добро, а вот это чистое зло. Потому что с каждой стороны будет свой взгляд. Вот пример. Вот почему такие важные должности, отношение к судьям, например, или к прокурорам, или к специальным следователям высоких должностей. Дело в том, что этот человек не много только лишь ограничен законами и правилами, а принимает решения чисто по своему внутреннему убеждению. Потому что ситуация такова, что законы не могут описать все ситуации, какие только есть. А даже когда они вот их описывают, эти ситуации, они приходят в противоречие друг с другом. И можно всегда сказать, помните, как Буратино утонул в озере черепахи Тортилы, и там его вытащили на берег, и все вокруг толпа столпилась. Одни кричат, там пришла лягушка-врач, по-моему, и сова, или что-то там еще, там сверчок. И одни кричат, пациент скорее жив, чем мертв. А другие кричат, нет, пациент скорее мертв, чем жив. И потом сову пригласили, как в качестве, ну, судей такого главного. Она сказала, ну, я могу сказать одно, он не жив, не мертв. В общем, вывод простой. Поэтому это, как вот в уставе написано у судей, что судья принимает решения, исходя из своих внутренних убеждений, чувства справедливости и так далее. То есть, ну, чтобы хотя бы какое-то решение было принято, кто-то должен взять на себя ответственность. И вот возбуждается, например, уголовное дело, да. На человека, который украл миллиарды, ему могут написать, что он находился в трудной жизненной ситуации и вообще был неадекватен. И написать, ну, не возбуждать уголовное дело. И этот же человек, этой же рукой пишет, какая-то бабка украла козу в колхозе, ей пишут, ну, состав преступления такой-то, возбудить уголовное дело. Иди сюда, бабка. Да, иди сюда. Вы бабку там, ну, можете их в тюрьму не посадить, но условно дадут и заставят там, я не знаю, выплатить. А тот, кто купил Канарские острова, он там на них, на этих Канарских островах, и другое дело. Пример не загорается. Да, да, да. Это я к тому, что насколько многообразна человеческая личность. Исходя из этого... То есть мы зависим от судей, как от личности. Да, как они, только от личности. Никакие законы, да. Никаких законов. Получается, что все решается, и все зависит от личности. В конечном результате ни законы, ни правила, никакие установки, а будет личность одного человека. У нас в России это всегда был там какой-нибудь государь там, который может быть всегда выше всяких там правил, потому что личность принимает решения. И не будем забывать с вами еще о том, что личность пишет законы и принимает их. Ну, для этого придумали как бы еще соприкосновение многих личностей. То есть, когда Дума избирает, когда ни одна личность принимает решения, там, 50, 60, 70, но они все равно сговорятся. Ну, не надо. Конечно, да. И все равно они найдут общий такой взаимовыгодный консенсус, кто там больше денег заплатит или еще что-нибудь. Редко бывает, когда это движимо патриотичными чувствами. Оно обычно, к сожалению, движимо меркантильными интересами. Сказал очень хорошо и мудро Лев Николаевич Толстой. Ни одно серьезное мероприятие, дело никогда не может быть осуществлено без личной заинтересованности. То есть, все равно должна быть какая-то личная заинтересованность. Не знаю, там, царь хочет войти в историю, вот, человек хочет построить себе дом, там, решить какие-то вопросы. Все равно будет чей-то интерес. Ну, личность, она имеет свойство развиваться. И когда все беды такие, вот, крупные беды, они порождаются тем, что очень сильное расслоение идет не только имущественное, когда очень много, там, допустим, бедных, а очень мало богатых, которые умудряются все себе перетянуть, а, ну, бедных заставляют в рабстве работать на себя в определенных условиях. Это тоже свойство личности человека, всегда искать себе рабов. Это тоже, может быть, это даже инстинктивно, природно все, принудить кого-то работать на себя. Причем это развито очень серьезно, знаете, вот, часто это, вот эту грань переступает государство, и часто эту грань переступает церковь, потому что рабы. Вот помните, да не гонялся бы ты, балда приговаривал сукаризной, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Вот все вот во имя Христа, все хочется задарма. И государство тоже часто хочет своих граждан принудить не только работать даже бесплатно, а даже и жизнь свою просто отдавать в результате, в конце концов, когда смотрим отнюдь некрасивые дела. Ну, бывают, правда, конечно, и положительные примеры, когда это действительно патриотично и действительно с очень хорошим таким и славным для человеческого рода, для личности человеческой, славных таких добрых очень примеров. Вот, значит, в результате у нас мы имеем еще второе расслоение, это знания. То есть одни очень безграмотные, страшно, а другие, наоборот, очень грамотные и толковые. Тут опять еще есть одно расслоение. Некоторые личности используют это в своих корыстных интересах, то есть хитро просто чисто из ограбить других, вот. А некоторые используют эти знания для блага человечества, то есть открытия какие-то совершают полезные для всего человечества. И происходит такая вот вещь, когда, обладая очень большим информацией и знаниями, небольшая часть населения полностью обладает всем остальным миром. Вот сейчас мы видим это в средствах массовой информации. правды, правда противопоказана, правды нет нигде. Ее никто не говорит, и она не нужна, ее просто не нужна. Все, что говорится, говорится с каким-то определенным интересом, то есть с коммерческим, политическим интересом, и средством массовой информации, а также, знаете, вот не только средством массовой информации, но также и литература, театральные постановки, живопись, особенно кинематограф. Да, особенно кинематограф. Она стала не отражать человеческую личность, а часто очень чьи-то жлобские просто интересы. И либо, в общем, мне тоже всегда смешит, это когда, знаете, вот человеческую самоуверенность в чем-то начинает выдавать за талант. То есть, вот человек в чем-то уверен, да, вот ему кажется, что вот он познал истинную правду. А на самом деле, это все заблуждение, но это вот его мнение в художественном так обработке выставляется таким образом, как будто вот он, прям, не знаю, ангел, архангел Михаил, прям вот небесную волю на землю принес. И это чувство самоуверенности личности в религиозных делах, в культурных делах, кинематуре, во всем, оно приводит к страшным вещам. В культуре это приводит к калечению человеческой души, то есть выращиваются люди с убеждением, с темными убеждениями, будем говорить. А их легко привить. Они же, понимаете, темное, оно может, оно всегда в плюсе перед добром. Зло перед добром всегда в плюсе. Почему? Потому что зло может убить, украсть, изнасиловать, обмануть, оболгать, оклеветать. И оно всегда будет само собой. А добро, оно не может ничего этого сделать. Почему? Потому что если оно клевещет, лжет, убивает, оно уже не добро. И получается, что вот вранье очень выгодно. Правда, оно совершенно беспонтовая вещь. Ее не съешь, не используешь никак. А вранье очень полезно для человеческого сообщества. И вот в процессе эволюции это хитрость, даже свойственно обезьянам, а люди достигли в этом огромных успехов, личность человека. И лукавство, средства массовой информации, это апофеоз лжи. Просто апофеоз лжи. В чем он заключается? Ты получаешь возможность врать одновременно. Вот, допустим, не только вот мы сидим, да, я решил вам врать. А мы можем врать сразу полмира. То есть можно врать огромную аудиторию людей одновременно и производя на них какое-то влияние этим. И вот чем это... Я думаю, знаете, через некоторое время, когда человечество оглянется на наши века, вот на 20-й, на 21-й век, это будет названо... Да, если будет такая возможность, да. Если мы пройдем этот этап дальше и будем жить, то... Ну, хотя это, знаете, вот апостол Павел был уверен, что Христос придет в его время. Уже он уже всех убеждал, что вот будет Христос. Но благополучно прошло 2000... 2000 лет всегда уверенно, что... Это как в анекдоте есть. Это раввин, какой-то раввин в Одессе ему кричат, что, значит, пришел Мессия, и он вот его ждет, и он должен его встретить, а тот специально задерживается и не идет. Сидит и не идет. А потом, когда к нему приходят, говорят, что же ты делаешь, ты заставляешь Мессию ждать, сколько он тебе будет ждать, он отвечает, кто бы говорил, то есть, кому сколько ждать, Христос. Надо сказать, что страх Божьего суда, это, кстати, такой присущий, присущий менталитет именно в Христе. И, естественно, христианский подход, да. И к мусульманам тоже. Ну, божественный сон, да. В общем-то, и это очень сильно двигало русскую историю. Ведь наши предки, они из страха, они постоянно жили под этим страхом Божиим, особенно в Древней Руси. И многие события предопределялись именно этим. Ну, это долгая история, можно... Нет, нет, вы правы. Я думаю, что... Я думаю, вы правы, но я хотел бы сделать маленькую такую корректировку. Я думаю, это вот в личных отношениях с Богом. То есть, когда человек оставался с Богом наедине, там, в молитве, в своих мыслях, да, вот это играло большую роль, воздаяние, страх Божий играл. Вот, например, вспомним Евдоксию, императрицу, жену императора Аркадия. После ее изгнания, оклеветания, осуждения, лишения сана, осуждения на смерть святителя Иоанна Златоустого, в эту же ночь случилось землетрясение, и у нее выкидыш случился. Это произвело на нее неизгладимое впечатление, да. Но это не помешало ей потом второй раз его осудить и таки все-таки отправить его на смерть и в эту ссылку, где он благополучно и окончил свои дни. Поэтому я вернусь к русской истории. Да, личный пример и личное понимание страха Божия играло не, конечно, не последнюю роль далеко в жизни общества и народа. Но это не мешало князьям резать друг друга, выкалывать друг дружку глазки, занимать соседский престол. Причем, знаете, как хитро обходится страх Божий. Страх Божий очень серьезная, действенная вещь. Но его очень легко обойти. Я имею в виду не просто страх Божий, а именно страх перед концом мира. Вот это. Перед концом мира. Вот это. Вот если читать эти летописи, ожидания апокалипсиса. Летописи через... Вот все летописцы, они же были монахи, они писали вот именно с точки зрения. Вот кто-то танец мира. Многие исторические события до нас дошли вот через их летописи вот именно с таким объяснением, что эти люди были вот... Ждали. Ждали, да. Ну, я согласен с вами. Это я тоже сразу сейчас вспомнил некоторые моменты. Это было очень сильно на переломе тысячелетия, когда было первое тысяча лет после Рождества Христова. Весь мир, Европа, все ожидали кончины Армагеддона. Ну, и потом в 1666 году это очень ожидалось. Также в это время был проведен Стоглавый собор. Все готовились как бы вот к кончине мира. Потом как раз появившийся чуть попозже Петр I, пришедший к власти, тут же был объявлен Антихристом и так далее. Потом все ожидалось, чаяния все эти были. Ну, я к тому, что не мешало людям, страх Божий не мешал делать гадости. Как почему? А потому что очень легко обойти это, вот страх Божий. Как? Надо убедить себя, что ты делаешь это во имя Божье, вот эту гадость. И она именно нужна Иисусу Христу. И знаете, прямо находится куча людей, которые философию даже по этому поводу развивают. Они придумывают целых типов ваххабитов, например. Вот Аллах нанимает киллеров, убивать людей. Этим киллерам в награду дает Царство Небесное, каких-то там девственниц и прочее, все остальное. То есть, прямо находится... Переступает. Да, Божий век очень легко это переступает. Даже в древней истории можно приведу пример вот прямо, ну, просто ради интереса. когда князья вы говорили резали друг друга и всячески вы говорили совершенно верно. Один раз в конце 11 века они все-таки собрались на любический съезд князей, помните, да? Под авторитетом Владимира Маманова, наших сельдей и других князей и договорились, поцеловали крест на том, что они пришли к соглашению о том, как разделить между собой русскую землю, значит и тут же там Давид убивает, ослепляет Василька, хватает и понеслась опять. Василий темный так и пошло. И так же с Василием точно так же. Вы знаете, вот это очень легко. Вот я сижу, например, и себе вот я понимаю, что нехорошо Василию глаза выколоть, но в то же самое время я вот себе настраиваю, так, это вотчина моих отцов, а он захватил ее незаконно, значит, он против Христа, это нарушает волю Божью, и можно себе выстроить, как хорошо в Евангелии Христос говорит, что настанет день, когда убивающий Вас будет думать, что этим службу Богу совершает. Тем не менее, Василий темный победил, ну да, Шенека проиграл. Здесь опять получается, что можно даже убивая другого человека убедить себя в том, что ты делаешь это ради Бога, вот как вот ваххабиты делают. Все делается очень хитро, но на самом деле стоит за этим всем опять же личность человека, которая исходит из своих интересов, меркантильных денег и прочего и всего остального и это все проталкивает вперед. Вы знаете, вот в православии есть таких два фундаментальных понятия, как смирение и послушание. и вот об этом только попадает человек в церковь и об этом начинает везде говорить, вот прямо все смирение там превыше, послушание превыше поста и молитвы, смирение там самое главное, и об этом постоянно-постоянно говорят. Это верно, Христос сам смирился и нес послушание Богу Отцу, но нужно делать некоторые небольшие поправки. Понимаете, как, а что такое смирение? Смирение может быть только там, где есть любовь, то есть тебя любят. А если тебя чмырят и душат и убивают, то говорить о смирении это высший цинизм, наглость. Представьте, вот я буду душить человека и говорить ему, это ты не забывай, Христос заповедовал смиряться и терпеть. Вот так и делают власти, особенно власти государственной, церковной, они душат и это, исходя из этого, говорят о смирении. Так всегда было. Пример, вот тоже самое евангельские, те же самые примеры задушить, убить, пример Иоанн Златоуст, да и вся история, пример, который вообще, по сути дела, явится отнюдь недостоинством и позором во многом, она свидетельствует именно о том, что человек преследует свои корыстные интересы. Ну, нельзя сказать, что это везде всегда так, но мы знаем, что это как Филарет Московский вывел какую формулу замечательную для того, чтобы противостоять врагам, любви врага своего, сокрушая врага Отечества и гнушаяся врагами Божьими. То есть, эта формула была принята, такая, духовная формула в середине 19 века, она была понятна, в принципе, всем, и она вышла как раз из размышлений вот этих вековых, потому что люди всегда задумывались над тем, что вы говорите, как же так, у нас любят, учат любви, но на нас нападает, мы должны отражать врага. Значит, средние века как-то по-иному немного воспринимали, вспомним великолепную вот эту икону церковь воинствующая, помните? Воинствующая. Да, там нарисована как раз философия вот этого вот человека, который мыслил о том, как он должен вот в этом мире жить, как он должен бороться с супостатом земным, как от его с точки зрения, он мыслял о том, как с точки зрения Евангелия объяснить государственные поступки, почему государство поступает так. И несмотря на то, что оно так поступает, оно все равно остается христианским государством. К сожалению большому, этот принцип дает большой сбой, когда много различных вер, потому что тогда принцип очень, этот принцип мертвый и очень ужасный, потому что мы начинаем там гробить мусульман во имя Иисуса Христа, а они начинают нас убивать во имя Аллаха, причем гнушаясь врагами Божьими, потому что с их точки зрения мы еретики и враги Божьи, а с нашей точки зрения они не спасутся. И в общем мы с их точки зрения мы враги Божьи, а с нашей точки зрения они враги Божьи. Вот, люби там личных врагов, это всегда, это вот, это вот это не перевернешь. Да, это не перевернешь, потому что Но то, что Христос сказал, так и есть. То есть своих личных врагов – это уже другое отношение. Вы правильно говорите. Можно я немножечко ставлю, что если мы будем находиться под такой властью, где тебе постоянно говорят, ты должен смириться и так далее, что ты не должен думать, мы за тебя все решим, то да, ты попадешь однозначно в какую-то историю, где на тебя просто сядут и сделают встать на раба. Абсолютно, конечно. И говорят, что от тебя есть раба Божья. Конечно, конечно. Это все правильно. Духовенство, рабство находится в полнейшем православной церкви, потому что оно даже не оформлено в трудовые договора, и человека могут выкинуть, не имеют права даже на никакие там Оскар, как это называется, репатриации, то есть не имеют права на какие-то там социальные обеспечения. Причем рабство – это опять же зависящие от личности. Если чиновника могут выгнать там и выкинуть его, пришел новый начальник, да, и там пиши заявление об увольнении, да, там, например, как называть, по собственному желанию. А то здесь могут вообще просто так вот выбросить и делать такой вид, что тебя объявляют врагом Божьим. И это главная вещь в этом. Больше того, даже принцип исторический, то есть как это совершалось на протяжении истории, именно это и было. То есть, например, Арик доказывал одно, его противники другое. Потом те, кто хотели осудить не историю, они выступали как бы обвинителями в его определенных каких-то преступлениях, не слушая его совершенно. А дальше там целая история с монофизитами, с монофилитами. Потом императоры-иконоборцы, целая череда. И это было, это не так, что, вы знаете, вот все было просто и понятно. Это столетиями продолжалась борьба. То есть, вынесут иконы из храма, сожгут их. Потом опять рисуют. Потом были еще раз. То есть, это было шатание вот эти такие. Они были в огромных количествах. То есть, продолжалось это столетиями. Шатание были, но была какая-то одна центральная аморсия. Никогда. Никогда ее не было. Никогда. Вот, например, во время Арии вообще один Марк Ефеский и остался. Вы рассмотрите общую историю христианки. Ну да. Я смотрю на все-таки на историю нашей страны. Марк Ефеский вот был. А, вы имеете в виду чисто российскую парадигму. Чисто российскую парадигму. Да, вот Марк Ефеский единственный вообще остался, кто не подписал там все вот эти бумаги. И по сути дела, ну, а все были уверены уже, все везде было Арианское. Все потом это меняется. То есть, ну, очень, ну, все зависит от личности. Я опять же вернусь. Вот все зависит от императора. Вот император чугнул, туда все и пели. И редко, редко, вы знаете, думаю, это только кажется, что, знаете, вот, например, император пришел, там, стукнул палец, а все архиереи сказали ему, нет, мы во имя Иисуса Христа, да все на смерть, да на костер, да никогда такого не было. Найдется там один, два, три человека, которые действительно будут до конца стоять. А основная масса 600-700 человек. Либо сразу все поддержит, ну, либо сделают вид, что это их не касается. Что-то такое уходить, вспомним, 17-й год. Конечно, конечно. Когда вся церковь предолосная. Это я опять же, да, за исключением единиц. Это я опять же к тому, что очень легко говорить от имени Божьего, но очень трудно жить. От имени Божьего. Вот жить так, как вот действительно Евангелие заповедано. А говорить очень легко. Причем, вот это структурное изменение головного мозга начинает монстра, урода вот этого власти. Он кажется, что он правильно делает. Мне кажется, даже людоеды, которые жали людей, они тоже были убеждены, что в чем-то они правы. Вот поэтому это всегда так было. Вот Елизавета, например, очень хорошо сказала. Елизавета Первая английская. Ее очень много мучили душевные терзания по поводу того, ну, как ей правильно поступать. Потому что было в ее время, был такой сложный момент. Испания сбоку подпирала разгром. Помните Великой Армады испанской? И она разгромила ее, и уже в Ла-Манш заманила, разгромила. И дальше уже было господство на море Англии, уже заняла это господство. Она казнила многих католиков, потому что они вечно заговоры там прилили, пытались ее то отравить, то взорвать. Даже в парламенте бомбу, под парламент даже бомбу затаскивали. Ну, в общем, она, я не помню точно, но она где-то казнила что-то там около 16 тысяч своих подданных. Причем жестко их казнила, очень серьезно. И вот она сама задается вопросом и пишет, вот как меня, поймут ли меня потомки, то есть вот что будет, как на меня будут смотреть. И она дает ответ. Все, что я делал ради Англии, будет принято как, все, что я сделала во благо Отечества, будет оправдано. И все вот эти, даже что какие-то выглядят как преступления, все равно все будет оправдано. И мы даже сейчас это с вами видим, что вот это уже чисто, я думаю, как раз к сущности человека относятся. Интересы своей стаи, то есть собственного народа, они становятся превыше, чем страшные там казни, дыбы и все прочее. Вы переводите опять тему, кто это. Да, я соприкосновение личности. Значит, человек это существо, которое живет, основываясь на инстинктах. Так, ну ладно, я тут маленечко. Мне понравилась мысль про людоедов, вовлеченных властью. Сразу же вспомнился некий генерал Замбези. Да, 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 президентом он был даже. Он не просто генерал. Это я всегда хвастаюсь, как я выучил название этого вулкана исландского, который вот это остановил на несколько дней полета над Европой. Называется он Аяфьят Лаят Кудль. Вот замечание. Вот он тоже. Он хранил, я помню, части тела в холодильнике. Да, 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 когда обнаружили это. Лакомил сопальчиками своими подлинными, шушами. Но в это время он не забывал поздравлять Леонида Ильича Брежнева с вторниками юбилея революции. Конечно. Где я и увидел его фамилию в правде. А, вот эту помощь с ними. Отец показал. Ведь мы с ним так ржали. Я запомнил, знаете, 77-го года. И получал достаточно из-за этого вот какие-то там ну, помощь от Советского Союза. Периодически поедая своих подлинных. Ну да, там, убирая около пальца повкуснее. Значит, еще какой момент важный здесь. Дело в том, что на каком-то уровне власти ты перестаешь выбирать между добром и злом. А начинаешь выбирать между очень плохим и не совсем плохим. Или плохим чуть-чуть, или очень плохим. То есть какие-то выборы становятся такие вот очень странные. Церковь дает нам как бы не церковь, а христианство. Нам человеку любому дает право выбора. То есть мы обладаем этим правом выбора. Ну, право выбора мы обладаем. То есть если мы не становимся рабами, мы имеем право выбора. Мы должны мыслить как-то. Ну, значит, вот сразу скажу, настолько многообразно. Ну, просто бесконечно многообразие. Есть выбор, знаете, вот попить из этого стакана, да? Или попить из того стакана воды. Это у нас с вами есть выбор. Вы пьете из того стакана, сделали выбор. А я пью из этого стакана, сделали свободный выбор. А есть выбор другой. Бомбить ирак или не бомбить. Понимаете? И здесь будет учить, ну, огромное количество интересов. Чьи-то деньги, чья-то хитрость, чья-то подлость, ложь, средства массовой информации. А в конце концов какой-то человек должен будет принять это решение. Понимаете? Поэтому, как бы, я хотел сказать, что ничего равноценного... Я хочу, к чему я вот это все затеял, эту беседу. Ничего равноценного перед Личностью нет. И Личность как, ну, будем говорить, как субъект, всегда подвержена в своем выборе свободном, о котором мы бесконечно говорим, подвержена такому огромному количеству внешних воздействий, что у этого свободного выбора у нее практически не остается. Сейчас я к чему и хотел, что... Я хотел сказать, что Личность, она раба окружающей среды. Сейчас весь мир, информационное поле, культура, предназначено именно для того, чтобы лишить Личность свободы выбора. Оно обусловлено национализмом, деньгами, общественным мнением, там, идиотическими какими-то идеями, там, совершенно невменяемыми. Но они... эти факторы есть. И они будут всегда влиять на самосознание человека, на детей, на взрослых, и будут лишать вас возможности выбора. Потому что вы становитесь заложником лжи. А если вы обманутый, то ваша свобода выбора – это пшик. Потому что, вот, например, хорошо, вот обманутый Петр Первый при садительстве Екатерины вырывал ногти там собственному сыну Алексею, так его там оклеветали и все. Это что за справедливость? Так это свободный выбор. А если мы возьмем... Я вот всегда тоже посмеиваюсь, это вот здесь можно посмеяться над нашей историей, конечно, и особенно над ее такой, знаете, вот мнимой христианской историей нашей, особенно вот последних столетий, когда целая череда императриц – убийцы все, одна за другой. И все же они коронованы были в Успенском соборе. Убийцы. То есть, понимаете, как, если я убил соседа в пылу ревности, что он заглядывал на мою жену, то мне каторга, и я, ну, как бы убийца, Богом осужден, да, царство небесное убийцы не наследует. А если во имя престола я убиваю своего мужа, там, Петра Третьего, например, душу его какой-нибудь там с помощью какого-нибудь... Алексея Орлова. Да, с помощью Алексея Орлова, да, протыкаешь маме, то после этого меня ведут в Успенский собор, продевают на меня корону с бриллиантами и... Корону я на нее до этого надели? Ну, понятно. А вы вторую имеете Елизавету? Конечно. Которую убила Иоанну? Ой, да и все. Давайте возьмем, просто перечислим. Она убила, заточила? Ну да, да. Потом, когда уже Анна... Это сын Анны Леопольдовны. Он его закрыли, Анн Пятый. Его закрыли, там он вырос безграмотный, там заросший и все остальное. Такой прессует картины, как он такой, знаете, как вот Торбинзон Крузо выглядит. А потом, когда к власти уже пришла, после всего этого, после всех этих чередат, пришла Елизавета Петровна, по-моему, это был человек, который... Она его и посадила. А, значит... И он при ней просидел. А убили его уже при Екатерине. Да, потому что Екатерина боялась, что... Как бы он не всплыл. Восстание. Да, да, да. Как бы ни появился новый претендент на престол. Ну, наверное, они все боялись. Они жили под страхом в Дворцово-Перевороте. Они сами пришли через Дворцово-Квардейский переворот, то есть постоянно ждали его время. Абсолютно верно. И конечно убивали. Это все понятно. Даже Екатерина Первая, она, по сути дела, наследство ее накрови царевича Алексея. Она хотела и всеми силами подталкивала Петра, мужа, к тому, чтобы избавиться от этого первого сына. Она хотела, чтобы ее дети, вы знаете, там перепискаться, это все есть, если вы хотите почитать. Понятно. Но Алексея Кузьминова, как бы не считать его каким-то ангелом, который... Нет, ангелом-то не ангелом, но... Там явно государственное преступление. Ревать пальцы и... Ну, это понятно, да. Ревать собственному отсутку. Вы знаете, я вообще честно скажу, это... Это, конечно, да. Это скотство. Шизофрения. Да, шизофрения. Когда отец убивает собственного ребенка, даже во имя каких-то там, не знаю, государственных интересов, это идиотизм. Это противно человеческой природе. Если так делать, еще самому ходить и там ногти вырывать из пальцев, это шизофрения. Не было причины такой, чтобы так жестоко... Тем более, что если мы поднимем переписки там придворных того времени, то они там такого писали на Запад, что их можно всех просто казнить, повесить на дыбах там. Жестоко. Да. Но Петр был наследник. Ну да. Разница колоссальная. Алексей, по-моему. Или как его зовут? Алексей, Алексей, да. Да, значит, суть такова. Дальше возьмем с вами. После этой всей эпопеи Елизавета Петровна, дворцовый переворот. Правда, она никого не убила там прямо конкретно, не придушила, но она пришла к власти с помощью на этих самых всех. И посадила Эвану Леопольдовну благополучно в тюрьму. Нет, это на ссылку, я со слов. Да? На ссылку на север, они долго там прожили. А, этого Иоанн Пятый сидел там, где-то в Санкт-Петербурге. Иоанн Пятый, сначала Петропавловский, потом Петербург. Ну, Екатерина, само собой, она вообще придушила этого там. Сначала душили, потом проткнули Петра Третьего. Хорошо, после нее сын ее, Павел Первый, с молчаливого согласия, удушенный там чуть не собственными детьми, Александр сказал, известна фраза его, ну раз этого нельзя избегнуть, ну тогда, мол, типа пусть будет. Понимаете, эти же все люди, они с точки зрения вот церковной, должны все нести огромную эпитемию. То есть, они должны там, я не знаю, как соучастники убийства, или даже то, что они не убили своими руками, но с их попустительства это было сделано, они должны нести за это колоссальнейшую ответственность. Вот попробуйте. В всех странах творились такие эпидемиологи? Нет, я... Уточним это на всякий случай. Нет, я не говорю, что мы такие вот плохие. Ну, это было, вот, сейчас часто любят... Это обычная средневековая вещь. Да, любят Кутузова порицать за то, что он возил за собой бордель, Кутузов. Вот, да, он был любитель. Вот возил за собой бордель. Это не клевета, это правда. Но все генералы того времени возили за собой бордели и хвастались друг перед другом этими борделями. То есть, это считалось, ну, нормой. И если ты не возил этот бордель, то это было, значит, какой-то очень большой недостаток. Поэтому было так принято, что делать. Петр I тоже саму Екатерину нашел. Не знаю, во время войны 19-го года возил он с собой или нет. Нет, я не знаю тоже... Конечно, он служил долго. Да, да. Что там делал, не турецкий поинт? Да, я не говорю про кампанию 1812-го года. Я говорю за всю огромную... Да к тому времени уже ему не нужен был. Он был еле живой и старый. Да, он был гитаром. Что там, 80 лет, уже бордель-то за собой возил. Посмотрел эти гаремы. Помоложе, когда... Да, уже в старости уже не было смысла. Старости не было смысла. Ну и вот. Значит, когда соприкосновение личности происходит с историей, то обычно всегда личность оправдывается, если она делала что-то во благо своего народа. И причем забываются все ее преступления, а вот то, что она делала, то есть что-то в гради государственности, оно всегда оправдывается. Елизавета оказалась в этом права. Ее даже сейчас считают основательницей величия Англии, создательницей империи ангелийской. И подход к ней как к исторической личности, как благодетельницей. То есть все вот эти там казни и прочее, все это принято как необходимость. Как бы разборки между обезьянами, какое-то количество обезьян должно истребить. Там протестантское или католическое, кто-то должен взять верх. Если человечество приняло такую форму существования для себя как государство, а государство-то как инструмент насилия, в принципе, общество делегировало полномочия в некотором элементе осуществлять насилие над собой. И то общество, которое защищало этот инструмент насилия, то просуществовало в веках. То, которое общество перестало защищать это государство, они распадались. Значит, ну это такая вот философия исторической жизни. Да, это действительно философия. И я, вот как бы затронув сегодня именно личностную составляющую человеческого существа, хотел именно к этому выводу прийти, что это просто историческая необходимость. И мы не будем ее увязывать. Ее часто любят увязывать с патриотизмом, с любовью к Родине, с какими-то религиозными акцентами. Это на самом деле просто историческая необходимость. И именно здесь, на этом пути служения этой идеи, будет поставлено все. В том числе и церковь, и религиозный подход будет поставлен на служение государству. Потому что будет запрещен избираться патриарх, будет сенот, будет еще что-нибудь. Но формируется просто духовное министерство. И это прошли все. Возьмем ту же самую Англию. Генрих отменяет католичество, вводит англиканскую церковь и так далее и тому подобное. То есть, чья власть, как немецкие князья говорили, чья власть, того и вера. Все делается для того, чтобы это было подпоркой для государственности. Вот, мы с вами пришли к выводу. Личность в соприкосновении с историей на исторической религии не свободна. Она зависит, ее выбор зависит от множества стечений обстоятельств. Прикосновение с личностью и властью облеченных. Нет, я не знаю, властью облеченных. И простых тоже. И простых тоже. Потому что, вот смотрите, телевизор, он же проектирует на себя мнение власти простому народу. И люди тоже принимают. Имеем возможность знать как-то историю, быть знакомым и как-то анализировать, смотреть на людей в века. Хоть, конечно, то, что написано, это не факт, то, что правда, но все-таки определенный... Вы сами ответили на свой вопрос. Но все-таки при определенном анализе можно раскладывать какие-то... Не, но что-то иметь какое-то отдаленное представление. А так всякий приходящий новый царь... Я пойму вашу немножко мысль. Вы отрицаете совсем патриотизм и говорите, что это только так? Нет. Или все-таки это какая-то другая... Мы же дали ответ. Это исторически обусловленная необходимость. Патриотизм. Да. Это необходимость, обусловленная для существования государства. Необходимая для существования государства. Именно защищать эту систему. Это... Я к тому, что это не является требованием Бога. Это не является, там, я не знаю, какой-то святостью души или еще. Это исторически обусловленная необходимость существования государства. Да. И люди... Но с другой стороны, я скажу, люди способные на этот подвиг. Это великие люди. Они достойны, там, не знаю, продления рода своего. Они достойны... Их кровь, она самая живая и самая сильная. Вот это то, что в обществе способно его консолидировать и двигать вперед. Да, несмотря на то, были эти люди верующие, не были люди эти верующие. Да, 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 да. Значит, ну если человек пролил свою кровь, совершенно сознательно отдал свою жизнь, конечно, это потрясающие исторические примеры, на которые просто стоит смотреть, равняться и учить на них своих детей. Конечно. И продолжать существование того государства, в котором кто-то живет. Да, да. Так и есть. Я когда-то очень задумывался, знаете, когда Союз развалился, вот у меня там очень многие мои дедушки погибли на войне, четыре деда погибло, но у деда было много братьев, и они погибли на войне. Дядя погиб на войне. Вот, и я задавал свой вопрос, вот развалился Советский Союз, а зачем это все было нужно? Вот зачем ради эти люди умерли? Если развалилось государство, да, и их подвиг, и их кровь, ну просто втоптали в грязь. И сейчас продолжают. Продолжают, что это постоянно. Да, так постоянно продолжают. Все эти фильмы, которые создают вот эти вот неорежиссеры. А государство даже вот бывшие советские республики памятники сносят до сих пор. Не только на Украине, а даже в Узбекистане. Убирают всякие монументы славы, и все это потихоньку идет, этот процесс. Не, можно перейти немножко? Вот смотришь по телевизору, как глава государства сегодня, буквально вчера, в Старой Руси, значит, этих ветеранов гладит по голове, и они ему задают вопрос, доколе будет продолжаться фальсификация истории войны-то нашей, на которой мы сражались, защищали. Ну и он начал рассуждать о том, что да, вот никакой фальсификации ему не допустят, тогда, какое не допустим, если у вас, извините, что не фильм про войну создают, что не просто фальсификация, просто клевета. Ну внутри страны. И вот на этой клевете воспитывают детей, они впихивают в голову, дети смотрят вот это вот все. И откуда будет, у нас же скоро дети-то запрыгивают, так же, как на Украине, скажем, кто не скачет, тот совершенно не наш человек, кто не скачет. Почему? Потому что они воспитываются на клевете. И вот он отвечает дедушке, что как будто, по сути-то дело, займитесь своими любимчиками, которых вы постоянно отдаёте государственные деньги на создание каких-то там кинематографических шедевров, на которые просто без тошноты смотреть невозможно. Ну вот есть такой у нас, да, вот элемент разделения правды. Я думаю, это, знаете, это тоже последствия общей мировой глобальной системы вранья. Вот смотрите, зачем Обама похвастался в военном колледже выступая, что они сразу против России консолидировали всё там мировое сообщество. Правда, не всё, конечно, но консолидировали общую систему вранья. Он прямо этим хвастается, что мы, мол, сразу везде выставили Россию как агрессора, врага там и так далее и тому подобное. И это, хотя они делают то, что делает Америка, по сравнению с тем, что сделала Россия, это просто мелочь. Это незначительный исторический эпизод. Причём чисто на территориях, имеющих к нам, где живёт русское население. Представьте себе, например, что в Ираке жило бы, например, 10 миллионов американцев. Вот на территории Ирака. Они и так-то их бомбили, ни за что, ни про что. А если бы там жили... С Ближним Востоком, там совершенно глобально развязанный такой беспредел. Именно начался он с Ирака. Ну, сначала вот этого беспредела на Ближнем Востоке до сих пор, который преврастает сегодня в Йеменские события и так далее. Это всё началось с Ирака. Куда, значит, на своих бомбардировщиках наша любимая Америка принесла своё видение мирового устройства. Я думаю, ничего она не несёт. Просто всё банально просто. Всё очень банально просто. У России есть свои интересы, у Америки свои, у немцев свои интересы. Каждая нация создана... Вот государство создано, чтобы защищать интересы своего от нас, своего народа. И поэтому они устроились удобно, да, они обокрали полмира, они приобрели очень сильные рычаги власти. Они хотят их сохранить. И на этом пути их не волнует ни правда, ни ложь, ни добро, ни зло. И я думаю, что Россия начинает это тоже понимать, и мы тоже так же начинаем действовать точно. Нас уже не волнует тоже ничего, нам главное сохраниться как государство, иначе мы под эти забывания о демократии и справедливости просто канем в лето. Я вас понимаю. Вот я могу даже расшифровать то, что вы говорите. Вы хотите сейчас сказать даже то же самое присоединение Крыма, как бы его не обросли сейчас всякими разговорами о том, что там защитили свой русский народ и так далее. На самом деле, если бы там не было колоссального стратегического интереса, который практически создает, если бы мы Крым не защитили и потеряли бы, то есть отпустили бы, то там конкретно было бы уже такое, что поставило бы под угрозу существование всего государства. То есть это первое, что там... Да, это первая причина. Первая причина. А уже потом уже идут вторые причины, хотя пропаганда говорит, выставляет то первую причину. Ну, видимо, для красоты своего действия, значит. То же самое было и в Донбассе практически. Там эта защита интересов не повлияла ни на что. Значит, там, в общем-то, сделали из Донбасса буферную зону, которая постоянно локального тлеющего конфликта. Да, перед ни страной. Да, типа того. И чем это еще закончится, пока никто даже не представляет, но то, что там еще не закончится, это уже все прекрасно понимают. Что просто так пока все это не закончится. Ну, да. Вот. Ну, это, да, это суть власти любой. Это понятно, да. Ведь, ну, это может быть и объяснимо, потому что люди, обладающие таким колоссальным ответственностью власти, это хорошо, если человек чувствует ответственность этой власти и предпринимает какие-то действия, усилия на то, чтобы как-то решить. Да и просто, что человек человечное сохраняет. Решить задачи какие-то, да, жертвуя чем-то. Ведь это совершенно логично. Ну, да, это естественно. Что-то надо решать, а жертвуя чем-то. Да, где-то плюсы, где-то минусы, где-то двигается что-то, я согласен. Но, с другой стороны, вот мы... Власть имеет сакральный какой-то смысл? Ну, естественно. Это... Что такое власть? Это обладание одной личностью, всеми остальными личностями. Вот. То есть, принимает решение все равно одна личность. Не может принимать решение там... Все равно выбор, в конце концов, будет за одним человеком. Чуть левее, чуть правее. Можно давать советы ему. Можно влиять на него, как на Николая Второго, там, об отречении. Можно угарать, можно клеветать, но выбор все равно осуществит один человек. Все равно это будет один человек, он примет это решение и... Ну, в принципе, наверное, вот то, что вы сегодня какую-то тему затронули, мы, наверное, ее рассмотрели. Я теперь, пользуясь случаем, значит, все-таки люди же нас смотрят с вами, и люди задавали вопросы. Хорошо. Я буквально еще одну единственную фразу скажу, пока не забыл. Значит, тоже касается... Вот мы говорили о высоком, да, о людях власти. И вот буквально несколько слов о простой личности, не обладающей властью. Вот это часто скрывает, это практически нет в христианстве. То есть это очень замалчивается, и как бы об этом не говорят. Постоянно говорят, приходишь, говорят, послушание и смирение. Послушание и смирение. А вот у Исаакха Сирина интересные, очень удивительные слова написаны, что просить послушание можно, когда имеешь любовь, а смирение только тогда можешь говорить, когда имеешь милосердие. То есть, если ты имеешь милосердие к собственному народу, ты можешь, чтобы народ слушался тебя, послушание тебе нес. А если любишь свой народ любовью, настоящей любовью, то можешь требовать от него послушания. Вот я к чему привел. А если нет у тебя любви и милосердия, то ты не имеешь права вообще говорить о смирении, послушании, и, впрочем, все не имеешь. Это не является твоей прерогативой. Наш народ всегда почему-то верил, что у нашего царя есть какое-то милосердие. Поэтому народ почему-то всегда любил царя, батюшку, но страшно ненавидел его. Покружение. Покружение. Готов был растрязать в любом случае. Ну да. Да, в принципе, это всегда и продолжается. А оно так всегда было и будет. Ну ладно. Вот люди нас послушали, и все-таки вернемся к вашей фразе, которую мы рассматривали в тот раз, что человек – это духотворенное животное. И я просто вынужден, ну не вынужден, а обещал человеку, что не задать вопрос. Он вопрос не задает. Он сомневается в вашей фразе, а вы прокомментируете. Он говорит, а как же тогда спаситель Иисус Христос? Он что, тоже какое-то, извините, облеченное духом? Вот давайте, да, вот сразу мы как бы, у нас Господь святыня, и мы сразу начинаем как-то ограничивать себя во мнениях. Значит, во-первых, это не я придумал эту фразу, это написал Григорий Богослов, вот, еще написал он ее благополучно две тысячи лет назад. Я и сказал еще по поводу своей. Да, поэтому это не моя мысль. Вот, но я почему солидарен с ним? Потому что сторонник науки, как мы уже с вами говорили, и я стараюсь объективно смотреть на мир, не то, что солнце вращается, и на нем есть черные пятна, и то, что все-таки земля не на китах стоит, и так далее, и тому подобное. А вот какие-то моменты определенные, и сознание религиозное всегда было противником этих знаний. Поэтому, исходя из этого всего, я отношусь к генетике, например, современной, или к биохимии очень серьезно. А она свидетельствует как раз о том, что от животного человека очень мало что отличает. Мы уже говорили в самом начале это. Так вот, ответ очень простой. Христос — совершенный Бог и совершенный человек. С точки зрения своей божественной сущности, он привечен, через него сотворен весь мир, он нисходит в ад, он побеждает смерть и так далее, и тому подобное. То есть божественное свойство. С точки зрения человеческой природы, сущности человеческой, он ест, пьет, спит, плачет, страдает и мучается на кресте. То есть ему прибивают руки, ноги, он разбивает кости, бьют и так далее, и тому подобное. Он истекает кровью и задыхается на кресте, он погибает на кресте, тело, плоть погибает, так, как и каждый любой человек. Поэтому насчет богословского понимания природы Христа и его, особенно вот количество природ, которые в нем есть, монофизитская или одна природа, или две божественные, человеческая, богословы до конца не пришли к никакому решению. Да, вот Четвертый Вселенский Собор решил, совершенный Бог и совершенный человек. Природа человеческая, природа божественная. Все, как это, что там происходит, никто не знает. И поэтому объяснить никто ничего не смог. И даже сейчас, если вы каким-то богословом зададите вопрос, они вам никто не даст на это ответ. Скажут, ну, это там божественная тайна. Вот, больше никакого ответа не дадут. Так вот, вернемся к тому, насколько в самом Христе, насколько есть тварные природы. Естественно, он создал из персти земной, создал плоть человека. Естественно, и в его божество человечеством вошло это творение. А значит, оно вошло со всем своим животным составляющими. Он подвижен той же формуле Григория Бога. Абсолютно верно. Понятно. Но, значит, единственный вопрос задается, как бы здесь нерешенный. Его невозможно решить. Куда делась человеческая личность в Христе? Это мы говорили. Да, вот мы просто говорили. Да, то есть, вот... Да, вот он совершенный Бог, совершенный человек, да. Значит, надо признать, что в нем одновременно существовал и Бог, и человек, две личности было, божественная и человеческая. Вот. Но это никто не решается на это признание, что там... Потому что сразу, знаете, что начнется? А когда же, в какие моменты действовала божественная вечность, а в какие человеческая? Это еще чужие вопросы задают. У меня особо большие вопросы есть. Поэтому я, как бы, исходя из этого вот тезиса Григория Богослова, все тварное вошло, соединилось во Христе. Тварное и духовное. Бог и человек. Хорошо. Понятно. Второе, что этот человек спрашивает, он говорит, а по этой формуле получается, что вот... Раньше люди, вот у них были тотемные животные. Помните? Да, было так. То есть, они как бы обличали их духом. Да. Значит, эти тотемные животные, получается, по этой формуле люди. Нет, нет, это уже... Это очень уже далекий вопрос. Значит, с таким успехом можно и шкафа духотворить. Были вещи, которые... То есть, он подберегает сомнениями. Нет, нет, это... Как вы говорите, Григория Богослова. А еще один священник... Знаете, подождите, подойди секундочку. Я вам сразу посмеюсь над этим всем. Дело на светофоре три света. То есть, зеленый, желтый и красный. И существование красного цвета, а снюдь не отрицает фиолетовый. Понимаете, о чем шкафы и при чем тут? Духотворенное животное имеется в виду то, что дана бессмертная душа. Что имеет в виду Григорий Богослов? Животному, то есть, творению, плоть, вот кости, плоть, дерьма, пару килограммов, ему дано бессмертная душа. То есть, вселилась в него Богом. Вселяется бессмертный дух. Вот это одухотворенное животное. Вот оно. А то, что кто-то верит, что, например, в этом стакане скрывается особая благодать и живет здесь в нем дух, которому мы сейчас начнем совершать молебен и жертвоприношение, это совершенно другой вопрос. Это вода. Да, вот-вот, она тоже одухотворенная и особая. Поэтому здесь разница вообще в подходе. Как бы невозможно давать ответ, когда мы разговариваем о разных вещах. Если мы говорим о человеке, и если мы говорим о каком-то постороннем другом предмете, ответы и естественные подходы будут совершенно разные. Поэтому тотемные животные – это верование людей, уже самих этих одухотворенных людей, верование в то, что что-то еще помимо них обладает духом. То, что вне них, вне человека. Это уже к моему вопросу… Это уже, знаете, как надо было формулировать вопрос? А имеет ли вот это одухотворенное животное, которым является человек, право верить в то, что вот этот стол тоже одухотворен или нет? Вот это уже будет подход. Не сформулировал. Нет, я вот дал вроде бы ответ. Да, я согласен. Если нужно, я еще могу ответить. Если люди передают вопросы, я обязан их ответить. Прекрасно. Я очень рад. И третий вопрос, не вопрос, а свое уточнение дал мне один священник, просмотрев нашу беседу. Значит, он сказал, что Григорий-то Богослов имел… Греческий-то перевод не то содержит в себе, что как бы вы говорите. Он говорит, что там Григорий-то Богослов по тому греческому переводу имеет другой смысл, что не животное, а как бы живая тварь. Вот так бы правильнее было перевести. Ну, я согласен. Я, пожалуйста, я поддерживаю. Живая тварь. А что такое живая тварь? Ну, как бы… Ну, пусть будет живая тварь. Тварь – это творение курицы. Конечно, конечно. Вот примерно так. Так и есть. Не то, что животное, как мы имеем. Не, ну, курица – живая тварь. Да. Ну, слава Богу. Ну, люди у нас как бы воспринимают, что животное – это животное. Грубо будем говорить. Да, просто грубый подход. Вот он так сказал. Хорошо, давайте спустимся ниже. Спустимся в живая клетка. Да. Да. Живой клетка. Живой организм. Организм живой. И четвертый маленький мой. Поэтому он прав. Батюшка, может быть, действительно перевод будет более правильный, но он не изменит сущности моих слов совершенно. Пусть это будет одухотворенное животное, или пусть это будет одухотворенное живая тварь. Ну, пусть будет так. Да, пусть будет. Я согласен. С этой формулой-то я бы тоже согласен. Об одухотворенное живая тварь. Да. А, может быть, просто… Ну, это, знаете, это сразу… Просто слово «животное» сильно режет слух. Вот, да? Вот оно как бы задевает. А, знаете, не просто так это режет слух. А вот, посмотрите, сразу какая мысль, извините, но а тогда какое животное, на каком этапе Господь вдунул в нее это самое, дух? Вот сотворил человека и вдунул. Прыгала какая-то обезьяна, и в нее сунули дух? Ну, это сложно уже. Это, знаете, домыслы. Можно придумать. Или когда Господь создал человека, он какое-то определенное время был каким-то животным. Ну, я говорю, вот что возникает из этой фразы. А потом вдруг в него… Ну, даже если… Вдруг он стал человек. Ну, даже если написано так, что создал человека, а потом вдунул в него душу живую. То есть, получается, он уже был живой. То есть, живую тварь он создал. Ну, хорошо, живую тварь. Ну, тварь. Но тоже самая тварь. И ведь, вы знаете, вот не эта сама формула. Вот мы договорились с вами, вы нашли даже общий язык. Да, конечно, я не считаю. Но меня в вашей той мысли смущало другое, и намного больше. Вы говорили, что человек больше подвержен инстинктам, чем духовным. Да, я буду на этом настаивать. А я вот с этой-то вот как раз мыслью совершенно не согласен. А я буду настаивать на это. Ладно, это… Здесь мы с вами… Я просто констатирую, что я не согласен, да, потому что это настолько долгий разговор. Это серьезный разговор, долгий. Но, к сожалению, именно инстинкты правят человека. Очень мало разум управляет. Я… Вот я вам задам вопрос, и вы просто сразу будете из него уже исходя, вы подумайте над ним. Вот у нас есть глаза, есть уши. Мы воспринимаем отдающуюся нам информацию. Я вам открою… Не то, что открою, а вот это достижение науки. Ну, вот это можно опять же выкинуть телескоп в окно и сказать, нет, на солнце пятен. Бог сотворил его совершенным. И вообще, что ты говоришь тут, о чем? Вы знаете о том, что подсознание наше фильтрует все, тот базар, который я вам говорю. И человек то, что ему хочется, воспринимает, что не хочется, отбрасывает. И приблизительно по разным оценкам, ну, у разного человека, в разном состоянии, вы не слышите 60-70% моих слов, а я не слышу ваших. Я на них не концентрирую внимания, не обращаю на вашу мысль внимания. Потому что мое подсознание считает, что это лишняя нагрузка на меня. И эту штангу мне тащить дальше не нужно. И этот внутренний человек, внутренний, которого мы не можем над ним обладать, он внутри нас, он бессознательный. Его нельзя заставить молчать, его нельзя заставить действовать или не действовать. Он управляет биением сердца, он управляет почками, печенками. То есть идут разные химические реакции там. И вот он пограниц, этот внутренний человек, он ставит барьер информации. Вот надо кого-то пожалеть, а у вас к этому человеку негативные крайние отношения. Вы не хотите его видеть, не хотите его слышать. Он настраивает вас согласно там запаху, голосу и другим качествам человеческим. Я немножко не понял. Не понял, да. Я не с этой точки зрения с вами хотел спорить. Я понимаю... Нет, я вопрос задам. Вот хорошо, после того, когда вы получаете фильтруемую информацию, то есть внутренний ваш человек половину информации выкинул, после этого вы как, ответьте мне, решение вы принимаете на основании инстинктов своих, вот после всего этого? Или это у вас там какие-то архангелы будут этим руководить? Я бы сказал так, я немножко отвлекусь и уточню, пожалуй, свое видение по-другому немножко. Я с вами согласен, что человеком управляют инстинкты, но, значит, человек это такое создание Божие, скажем так, которому Господь через Дух дал возможность не только через инстинктами жить. И есть в человеке некоторые свойства, чувства и так далее, которые с инстинктами не связаны совершенно никак. И вот те люди, которые стремились жить не по инстинктам, они стремились к более высокому, или наоборот, к более низкому, потому что ведь чувства бывают же и низкие, то есть ненависть и предательство, которые не... или человек выходит вверх, ввысь к Богу, или вниз. То есть, но при этом остается какая-то действительно большая биологическая масса людей, которые подвержены больше инстинктам. Ну, это так. Но ведь человек все-таки стремится к более высокому. Если бы он не стремился к более высокому, он бы не был человеком-то в конце концов, он бы опять превратился в животное давно уже. Да, вот может быть даже здесь есть какие-то плюсы. Вы знаете, я бы сказал бы даже, знаете, вот эта борьба темного и светлого в человеке, борьба добра и зла, борьба тьмы и света проходит именно на грани сознания и подсознания. То есть, с одной стороны, вами пытаются управлять инстинкты, с другой стороны, разум. И вот именно в этом точке соприкосновения, как лазер, вы знаете, вот для лазера его лучше сходится, в этой точке рождается ваша Личность. Вот такая многогранная, с ее характером, все сознания, вы именно в этой точке. Поэтому я согласен с вами. Да, я согласен, что происходит взаимообмен, то есть, происходит влияние и подсознательного, и сознательного. Да, это и есть человек. Да, сложное, сложное. Очень сложное, многогранное существо. И позвольте мне еще одно. Ну, еще один камень кинул сразу в огород. Значит, разум не обладает возможностью отключать подсознание. А подсознание, сволочь, обладает возможностью отключать разум. Для чего? Для продолжения рода. Инстинкт вырубает у человека все мозги, и человек укажется, чудится и мерещится. Через три месяца он начинает говорить, Боже мой, а что это было такое? Дальше, голод выключает разум, и человек может способен совершить невероятнейшие преступления. Как это называется? Аффект, состояние аффекта. Я бы не согласился, что нет таких вещей. Дальше, вот ребенок, да? А он может отключать подсознательное? Не может. Ну как же, а как же деяние святых? Это не отключение, это многолетнее... А что такое подвиг столкника? Это многолетний труд. Да. Когда человек многими годами труда своего, огромными трудами, не так, что раз выключил свет, цок, и выключил. А многие годы своего труда подвергает, повлагает на то, чтобы обуздать вот эти инстинкты. Да, да. И то в любой момент они берут над ним верх, и опять, сколько случаев, когда монахи по 50 лет в пустыне там сидели, а потом пьянствовали, дрались, убивали друг друга и чего угодно. То есть инстинкты могут взять верх в любое мгновение. Не вызывать больпаться, страшиться. А вот стать вдруг во мгновение ока и свиньи, стать ангелом Божьим, и вдруг, а-а-а, и всех полюбить, и являть, кому все милости, невозможно. Вот наоборот. А вот убить можно мгновенно человека. Поэтому подсознание, ну, знаете зачем? Есть природные механизмы самосохранения инстинкта. Особенно к детям, любить спасти своих детей. Вот, например, в случае были, педофилы нападали на детей, еще что-то отец убивает преступника, мразь это убивает, он не соображает, что делает. Он не принимает решения. Человек не может, у него подсознание в этот момент его говорит, это твое продолжение рода, ты должен убрать эту опасность, ты должен убрать эту причину. Вот солдат в бою бежит, прыгает, стреляет, он даже в моменты какие-то, состояние такое, что человек делает все механически, как вот тигр, вышедший на охоту. И поэтому, к сожалению, большому подсознанию, оно сильнее, чем человеческое сознание. Вот когда... В большинстве людей, да. Когда это будет наоборот, наш мир станет прекрасным, светлым, сияющим, безгрешным, когда разум всегда сможет возобладать светлое над темным, когда разум всегда бы мог обладать над подсознанием, то тогда бы никакие преступления, ничего бы не совершалось. Но определенное колебание весов. Абсолютно. Бытовуха. 70% в нашей стране преступления на бытовой почве. Что это такое? По пьяни, человек один другого режет, бьют в окна. Не просто так, как говорят, что ты уже в животное привык. Да, да, да. Слушай, наверное, это мы все знаем прекрасно. Это такие случаи полно. Абсолютно верно. Но я к тому это говорю, что нельзя человеку давать 100% ответственность сразу вот говорить, что вот это его, вот он все виноват. Я считаю, что часть подсознания, вот это большую, несет ответственность за поведение человека. Огромное. Ну, а законы придуманы, чтобы можно было как-то сосуществовать нам, чтобы мы не переели друг дружку, как президент. На буту. Чтобы как-то существовали. Поэтому я думаю, что в этом отношении так и есть. А то, что духовное, что такое животное? Живота просишь у тебя и дал и си им. То есть жизнь. Это согласен. В формуле живое творение вполне согласен. Да, это нормально. Живое творение. Даже еще мягче скажем. Живое творение. Тварь тоже как-то звучит. Ну, это в нашем. Тварь такая. Да, ну ты тварь. Я просто говорю, знаешь, что... Живое творение. В этом смысле. Пойдет, пойдет. Я это совершенно согласен. Хорошо. Переведем. Тварь это слово нормальное. Не животное, а живое творение. А духотворенное, живое творение. Пусть будет красивее звучит. Пусть будет так. Да, да, да. Я согласен. Ну, очень жалко, что приходится. Наверное, все-таки нам заканчивать уже больше часто. Да, конечно. Скучно будет смотреть такие... А можно разделить на две части. Не надо. Не надо. Я про то, что... Спасибо тем, кто все-таки осилил нашу беседу. Мысли. Мысли. Да, и очень ждем ваших отзывов и вопросов. Хорошо. Слава Богу. Спасибо вам. И вот в преддверии наступающих праздников всем желаю хорошего настроения.